Неочередные президентские выборы в Азербайджане находятся в центре внимания мировых СМИ. Так, Национальное информационное агентство Румыния Агерпресс отмечает, что отличие этих выборов от других заключается в том, что они впервые в истории независимого Азербайджана охватили всю территорию суверенного государства. Было отмечено, что в выборах ожидается участие 6 354 556 граждан Азербайджана, имеющих право голосом. Наряду со всеми этническими меньшинствами, проживающими на территории Азербайджана, армянскому национальному меньшинству также было обеспечено право участвовать в выборах. В рамках программы «Великое возвращение» бывшие вынужденные переселенцы из Ханкендии, Шуши, Лачина, Кельбаджары и других освобожденных районов и сел также будут голосовать на своей родине. Российское агентство ТАСС, Первый канал и телеканал Мир также опубликовали на своих сайтах обширные аналитические статьи и подготовили сюжеты о внеочередных президентских выборах в Азербайджане. В публикациях также подчеркивается, что президентские выборы впервые проходят на всей территории Азербайджана, включая Карабах. Власти Азербайджана объяснили проведение внеочередных выборов новой реальностью, сложившейся в результате освобождения территорий. Президент Ильхам Алиев заявил, что эти выборы должны стать началом нового этапа в жизни республики, подчеркивают российские СМИ. О создании избирательных участков на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана сообщает турецкое агентство «Анадулу». Внеочередные президентские выборы станут первыми выборами, которые после 30-летнего перерыва пройдут на всей территории Азербайджана. В жемчужине Карабаха, Шуше, Ханкинды и других освобожденных от оккупации районах в голосовании примут участие 22 тысячи избирателей, говорится в материале турецкого агентства.